Ну, добрый вечер уже, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать здесь самых стойких, которые решили все-таки дождаться до конца и услышать, и узнать, каким образом кормить пациентов все-таки в остром периоде черепно-мозговой травмы. Ну, безусловно, тема достаточно актуальна, потому что черепно-мозговая травма является заболеванием, в результате которого погибает от 20 до 50 всех пациентов, процентов всех пациентов. 52 тысячи пациентов в год умирает от черепно-мозговой травмы. Безусловно, любого человека надо кормить. Вот сейчас вы тоже вышли, решили, так сказать, скушать печененку, попить кофе, а пациент, который лежит в черепно-мозговой травме, как правило, в тяжелом состоянии, как правило, он в коме, особенно если это действительно тяжелая черепно-мозговая травма, и кормить его тоже нужно. Это тоже, несмотря ни на что, по отношению ко всем остальным проводимым мероприятиям, тоже достаточно важный аспект. Недостаточность питания, на самом деле, не только это проблема, которая у нас в России сейчас здесь широко дискутируется, она дискутируется во всем мире. Это проблема как в развивающихся странах, так уже и в развитых странах. Это тоже проблема здравоохранения. Смотрите, от 4 до 66% неврологических пациентов по различным критериям имеют недостаточность питания. Причем от 30 до 50% потери всего веса происходит в течение госпитализации. То есть, все то, что мы с вами недокармливаем больного в течение госпитализации, он у нас на глазах начинает терять вес. Питание само по себе способно влиять на смертность в принципе пациентов. Не то, что оно как бы отражает смертность, нет. Но некоторые статьи показывают, что оно еще более того может быть независимым предиктором смертности. То есть, если пациент плохо усваивает питание, если пациента мы плохо кормим, то мы железно можем получить увеличение смертности. И вот во многих, во многих совершенно работах об этом показано. Посмотрите, если пациент не получал дозные нутритивные поддержки, смертность в этой категории пациентов была, ну, значительно выше, нежели пациенты, которые эту нутритивную поддержку получали. Более того, что я хочу вам сказать на эту тему, что если все проблемы, которые мы не додаем, не даем пациенту вазопрессоры, не поддерживаем уровень артериального давления, церебральную перфузию, гемодинамику, не контролируемое черепное давление, то через это аукнется нам достаточно быстро, да, давление 200 ВЧД, больной в коме умер. То если пациента адекватно не начинать кормить, да, мы можем получить отсроченные проблемы, с которыми нам же потом придется с вами исправляться. Ну, вот здесь очень хорошо показано, что на самом деле очень хорошая корреляция, зависимость между негативным отрицательным калорическим балансом, да, то есть недодачей калорий нам, пациенту, и количеством инфекционных осложнений. Ну, чем, соответственно, отрицательнее баланс, тем осложнений больше. Что такое нарушение питания или то, что пришло к нам из английской литературы, понятие malnutrition? Это такое состояние питания, в котором дефицит или избыток или дисбаланс энергии белка и других питательных веществ влияет на функции тела и на клинический исход. У пациентов с изолированной, внимание, черепно-мозговой травмой, находящихся в коме, ожидаемые метаболические расходы повышаются, посмотрите, приблизительно на 140%, это в среднем. До 250% доходят метаболические расходы, то есть почти 2,5 раза увеличивается метаболизм пациента, который, казалось бы, до того, как у него произошла черепно-мозговая травма, был вполне здоровым человеком. Причем эти результаты оставились неизменными, вне зависимости от того, применяли ли мы при черепно-мозговой травме кортикостероиды или не применяли. Этиология патогенеза недостаточности питания. Ну, основные понятия, опять же, всего метаболизма. Метаболизм – это процесс производства энергии из топлива, представленного в виде белков, жиров, углеводов или, как ни странно, спирта. На самом деле спирт, уважаемые коллеги, это наиболее эффективный энергетический субстрат. Но поскольку он является гипотоксичным, употреблять его пациентам и с вами, в общем, сильно затруднительно. Все процессы в живых клетках происходят в результате применения субстрата для производства высокоэнергетических фосфатов, таких как аденозин-трифосфорная кислота. Естественно, к таким субстратам относятся белки, жиры и углеводы, при окислении которых, собственно, и генерируется АТФ. Ну, это девятый класс биологии. Каким образом распределяются энергетические субстраты по участию в энергии, в энергетическом обеспечении организма? Все очень просто. Большинство основу энергетических потребностей составляют углеводы. 60% углеводов мы потребляем в структуре наших энергетических потребностей, всего 30% жиров. И посмотрите, маленький-маленький кусочек, 10% на белки. Почему? Потому что белки, на самом деле, у нас являются не энергетическим субстратом, а все-таки больше пластическим материалом. И поскольку они даже имеют в некоторых данных, пишут, что имеют отрицательную калорийность, что это значит? Это означает, что белок для того, чтобы усвоиться, превратиться в наш с вами собственный белок, должен еще потратить на себя энергию других, соответственно, субстратов. Значит, при простом голодании все достаточно просто. Как только мы с вами начинаем просто голодать, не доедать элементарно, через какое-то время включается в процесс гликоген печени. Гликоген печени разрушается, стимулируется, перерабатывается глюкоза. Глюкоза кончается, гликогена хватает на 12-24 часа. Гликоген заканчивается, переключается организм на жировой обмен, из жиров формируется энергия и кетоны. Для того, чтобы, что, кровоснабжать головной, не кровоснабжать, а снабжать головной мозг энергетическим субстратом, переключаемся на кетоны. Это в простом условии голодания. Адаптация происходит, постепенная потеря происходит жира, жира, белка. Постепенно, постепенно, если мы начинаем кормить такого пациента, через какое-то время это быстро восстанавливается, метаболизм приобретает свои предыдущие размеры, и пациент начинает что? Набирать вес. Другое совершенно отличие, это, безусловно, стрессовое воздействие. При стрессовом воздействии метаболизм корни меняется. Какие же стрессовые, мощные стрессовые воздействия на организм? Это, безусловно, травмы, в том числе и черепно-мозговая травма, даже изолированные, я вам показал, да, что до 250% увеличивается основной обмен. Субрахноидальные корзления, ожоги, сепсис, кровопотеря, инфекция. Стресс приводит к тому, что выбрасывается огромное количество провоспалительных цитокинов и катаболических гормонов. Что, в свою очередь, приводит к совершенно чудовищным последствиям. Ну вот, смотрите, выбросились цитокины, увеличился синтез глюкозы, появилась лихорадка, особенно интерлекин-6. Виноват, интерлекин-1 за это отвечает. Гиперлипидемия, то есть, то же самое, попытка мобилизовать субстраты жировые, да, поэтому в крови повышается жир. Продукции оксидантных молекул, которые разрушают у нас ткани, в том числе и головной мозг. Формируется увеличение астрофазных белков, теряет пациент под воздействием интерлекина-6 аппетит, появляется апатия. Потеря мышечной массы и жира, ну и, соответственно, меняются макроэлементы тоже в крови. Таким образом протекает метаболический ответ на стресс, на реакцию стрессорная. Его описал в 1932 году еще Кадберсон, и до сих пор мы пользуемся этой классификацией, и до сих пор мы только вносим какие-то коррективы. Три фазы. ЕВБ-фейс, ранняя шоковая фаза, в эту фазу происходит снижение метаболизма, пациент, организм пациента, безусловно, пытается справиться с воздействием повреждающего фактора самостоятельно, тормозит все процессы потребления кислорода, снижается основной обмен. Но поскольку всего этого не происходит, да, не помогает это пациенту. Черепно-мозговая травма сама по себе, оказывается, не лечится. Пациент через 12-24 часа переходит в следующую катаболическую фазу, или флоу-фейс, которая продолжается в среднем до 20 дней. В эту фазу метаболизма наступает гиперметаболизм, увеличение энергетических потребностей и огромное количество потери белка. Катаболическая фаза. Организм переваривает белок и сбрасывает ненужные ему остатки, которые на самом деле ему очень достаточно нужны. Ну и спустя 20 дней в среднем, безусловно, наступает реконвалисценция или анболическая фаза, в результате которых пациент наконец-то начинает набирать вес, восстанавливать мышечную ткань и так далее, и так далее. Ну вот каким образом, да, протекает нейроэндокринная стресс-реакция. Это, безусловно, протеолиз в периферических тканях, отрицательный азотистый баланс, увеличенные потребности, да, увеличенный базовый обмен, задержка жидкости, инсулино-резистентность, о которой поговорим, мобилизация всех субстратов глюкозы, безусловно, глютамина. Это то, для чего разрушаются наши с вами периферические ткани, если у нас, не дай бог, возникает стрессорное голодание, из чего будет потом готовиться глюкоза. Ну и, соответственно, из этих глютамина возникает глюконеогенез, то есть развитие, создание эндогенной глюкозы, потому что у нас происходит инсулино-резистентность. Ну вот простейшая схема, этиология патогенеза, черепно-мозговой травмы, да, в результате которой наступает недостаточность питания. Случилась черепно-мозговая травма, возникло подвозить нейровоспаление, то, что говорил и Александр Александрович до этого, да, в принципе, это не то, что у нас головной мозг взял и воспалился, нет. Это головной мозг ответил на повреждающий фактор и выбросил огромное количество гормонов, огромное количество цитокинов, да, дал команду, не сам выбросил, а дал команду. Возникло нейровоспаление, по сути, синдром системной воспалительной реакции. Все это запустило изменения во всех трех цепочках обмена. В углеводном обмене нарушилась утилизация глюкозы, возникла гипергликемия. В липидном обмене, в липолиз, в освобождении свободных жирковых кислот для того, чтобы поддерживать глюконеогенез и для того, чтобы поддерживать энергетический субстрат организма в целом. Протеолиз и, собственно, глюконеогенез таким образом страдает белковый обмен. Начинается разрушаться, собственно, ткани организма для того, чтобы строить глюкозу, которые и так, как говорится, завались. Чем же опасна та самая стрессорная гипергликемия? В 1877 году впервые ее описал Флод Бернар при гомеррагическом шоке. Она говорит, что она провоцирует ишемию, реперфузию, повреждение тканей в головном мозге и в миокарме. Нас это интересует, прежде всего, головной мозг. В исследовании на крысах, в одной из статей, изучалась закрытая черепно-мозговая травма и было обнаружено, что гипергликемия обостряла травму сопутствующей ишемии. Ну вот, каким образом формируется стрессорная гипергликемия? В норме мы с вами скушали конфету, попала она в кишку, глюкоза из нее выделилась, в печень попала, из печени под воздействием инсулина ушла в мышцы. Мы мышцы полупотребляем глюкозу только при помощи инсулина. В мозг глюкоза пошла без всякого инсулина, мозг у нас потребляет глюкозу без всяких посредников. Поступила чистая глюкоза, все хорошо. В критическом состоянии всю вот ту нехорошую вещь приносят интерликины и катаболические гормоны. Все то же самое конфету больному в живот положили, глюкоза выделилась, в печень пришла, а там катаболические гормоны. Они говорят, ничего подобного, инсулин заблокирован, в мышцу вообще ничего не поет, а в мозг, пожалуйста, ради бога, но только оно уходит. Посмотрите, в увеличенном размере. Организм стимулирует выработку глюкозы, потому что остальные-то ткани остались без глюкозы. Гипергликемия растет, а увеличенные глюкозы, которые поступают в головной мозг, вызывают ишемию, вызывают повреждение вторичного головного мозга. И посмотрите, если у пациента исходно достаточно высокий уровень глюкемии, который на каких-то этапах не коррегировался, такие пациенты умирают значительно чаще, чем пациенты, у которых исходно гипергликемия была ниже и которые достаточно быстро и хорошо коррегировались. И вот то же самое подтверждает нам еще одна европейская статья, говорит, что для сокращения белка, катаболизма белка, показано использование инсулина для поддержания жесткого контроля глюкозы в крови во время критических состояний. Значит, наша задача не столько помочь мышцам, да, наша задача просто хотя бы снизить катаболизм белка, снизить уровень инсулина, снизить уровень глюкозы, прошу прощения, для того, чтобы уменьшить вторичные повреждения головного мозга. Ну и к чему же приводит весь этот гиперметаболизм, гиперкатаболизм в результате всей этой потофизиологической реакции? К белково-энергетической недостаточности, которая черезопосредованно, в свою очередь, влияет на увеличение длительности пребывания больного в стационаре, на увеличение смертности, на увеличение инфекционных осложнений и в том числе на увеличение длительности искусственной вентиляции легких. Профессор Лидерман из Екатерины Мурга говорил так, что мы лечим своих пациентов, вообще даем им питание, даем адекватную инфузионную нагрузку пациенту с обрахноидальным кровоизлиянием, шимическим инсультом и адекватно кормим, и пациента прекрасно выходит. Ну, у нас как бы пациента гораздо более сложно, и у нас так и не получается, но все равно, как факт, у него есть. Да? И более того, что самое страшное, к чему все это приводит, к тому, что у нас возникает порочный круг, из которого очень-очень тяжело выбраться. Черепно-мозговая травма, как мы говорили, запускает нейровоспаление, синдром системной воспалительной реакции, катаболизм, белковая энергетическая недостаточность, снижается возможность иммунной системы, появляется вторичная инфекция, и заново мы получаем синдром системной воспалительной реакции. И на наших исследованиях мы четко видим, как пациент, у которого произошло, допустим, субрахноидальное корзонение или черепно-мозговая травма, он поступил в первые часы после этого. Мы взяли и промерили, и посмотрели, действительно метаболизм растет, да, на 12-24 час, действительно идет катаболизм, а он увеличивается сутками, и если нам плохо удается с этим справиться, возникает ровно через 7 дней, ну, неровные, конечно, это я уж слишком, как бы, безабилляционно говорю, но примерно на 7-е сутки возникает вторичная инфекция, и заново запускается синдром системной воспалительной реакции, а дальше генез этой системной воспалительной реакции, он уже инфекционный, но суть одна и та же. Таким образом можно предельноцировать степень недостаточности питания, да, мы поговорили с вами о патогенезе, теперь говорим уже о более практических вещах. Ну, существует совершенно огромное количество мониторингов, скринингов для того, чтобы увидеть и узнать, есть ли у пациента недостаточность питания или нет. Ну, вот это вот Malentation Universal Screen, да, то маст для взрослых, американские стандарты, они предлагают, смотрите, всего три вопроса, после чего говорят, какой риск недостаточности питания у пациента имеется. Это более расширенные тоже американские стандарты, более расширенный нутритивный скрининг, там сначала четыре вопроса, потом развитие этих вопросов и дальше что делать. Я сразу заранее приношу извинения, что мы не можем вам так вот красиво и красочно все это развернуть и рассказать, но вся наша лекция будет находиться на сайте нашего отделения, соответственно, вы можете в любой момент туда зайти, посмотрите ссылки в том числе. Ну, и у нас была такая методичка, в которой написано, да, была подписана заместителем министра здравоохранения, это наш российский вариант диагностики недостаточности питания по Луфте-Костюченко, в которой достаточно большое количество показателей, которые надо померить, посчитать баллы, и можно тогда сказать, какая легкая, средняя или тяжелая степень недостаточности питания присутствует у пациента. Исходя из степени недостаточности пациента, исходя из того, в каком состоянии находится пациент, мы и рассчитываем потребности пациента в энергии и белке. Но, безусловно, вот европейский гайдлайнс по энтеральному питанию предлагает начинать кормление пациента во время острой фазы из расчета 20-25 килокалорий на килограмм массы тела. Для чего? Для того, чтобы понятно, все равно идет катаболическая фаза, мы, как говорится, не в коня кормим, и сразу давать ему большие объемы калорий бесполезно, все равно он их потеряет. Но коня кормить мы тоже не можем, и, соответственно, мы вводим 20-25 килокалорий на килограмм массы тела. То есть вот у нас больной сходу поступил с колес, мы посмотрели, сколько он весит, и назначили ему питание. Не всегда, я понимаю, есть возможность весить лежачего пациента, который тяжелый, но хотя бы у нас всегда есть рост, и всегда мы можем померить идеальную массу тела, хотя бы на идеальную массу тела, а так уж, на прикидку, можем посмотреть, в каком состоянии пациент. Да, если это такой достаточно крупный дяденька, то можно сказать, там, есть у него идеальное отклонение от идеальной массы тела, или нет отклонения от идеальной массы тела. А вот гайдлайн по лечению черепно-мозговой травмы говорит по-другому, что у пациентов с черепно-мозговой травмой такая потеря идет белка в результате катаболизма, что при соответствующих протоколах питания, которые существуют в большинстве смесей для энтерального питания, а это 20% калорийности от всей смеси, необходимо энергопотреблять, да, пациента кормить из расчета 50 килокалорий на килограмм массы тела в сутки. То есть, представляете себе, да, пациент реально нуждается там в 30 килокалориях, а потребляет как хороший ожоговый пациент. Каким образом еще можно померить, рассчитать потребности пациента в энергии и белке? Ну, самое простое, при отсутствии каких-либо специальных средств для измерения белково-энергетической недостаточности, безусловно, мы можем как по калориям, да, на килограмм массы тела в сутки, то, что я вам показал, или по белку, от 0,8 до 2 грамм белка на килограмм массы тела в сутки, в зависимости от тяжести недостаточности питания. То есть, мы сначала, да, рассчитываем тяжесть недостаточности питания, потом по белку более-менее корригируем, соответственно, белково-энергетическую недостаточность. Более эффективные следующие три, они уже требуют специальных методов для того, чтобы посчитать, но они уже более точны. Дальше они, соответственно, увеличиваются точность, в зависимости, да, дальше будет точность увеличиваться. По потерям белка, потерям азота с мочой, собирается суточная моча, считается мочевина за сутки, рассчитывается потеря азота, потери азота умножаются на 6,25, и мы получаем потребность белка конкретному пациенту. Дальше мы знаем, что 1 грамм белка, 1 грамм азота, виноват, должен соответствовать 150 небелковым килокалориям, и мы рассчитываем калораж питания. Следующее, согласно уравнению Харриса и Бенедикта, и непрямая калориметрия с дополнением потери азота с мочой. Это наиболее, можно сказать, золотой стандарт определения энергопотребности пациента. Ну, вот то, что я вам говорил по потерям белка, мы считаем азотистый баланс, он говорит нам о величине катаболизма, тяжелой, средней тяжести или легкой катаболизма, или нет катаболизма вообще. И, соответственно, рассчитываем по потерянному азоту и непочечным потерям, количество белка, которое необходимо пациенту. Уравнение Харриса и Бенедикта было разработано достаточно давно, и оно, как бы, посчитано было на, ну, что-то около 100 добровольцев взяли, обсчитали их потребности методом непрямой калориметрии и построили вот такое вот уравнение. Это классическое уравнение Харриса и Бенедикта для мужчин и для женщин. Там необходим вес, рост, вес-рост, да, и возраст. Сейчас по приказу даже 330-му Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации это уравнение, этот расчет дополняется специальными поправочными коэффициентами. Поправочный коэффициент – это температурный фактор, фактор активности, дефицита массы тела, и, соответственно, температуру сказал еще 1,4, но суть не в этом. Главное, что мы умножаем на поправочный коэффициент и корректируем величину калоража, да, который необходима пациенту. Ну, и самое, так сказать, золотой стандарт – это непрямая калориметрия. Здесь представлен вам приборчик, которых в России всего два пока что. Один в городской детской клинической больнице номер 9, другой присутствует у нас в отделении реанимации интенсивной терапии. Он является метаболической приставкой, встраивается в любой контур и меряется по выдыхаемому СО2 и потребляемому О2, меряется необходимый основной обмен. Это метод непрямой калориметрии, физиология второй курс, все достаточно просто, да, то есть это более упрощенный вариант камеры, да, вот эту вот, в которую сажают пациента, да, классическая метод прямой калориметрии, пациента посадили в камеру с двойными стенками и за какое время он нагреет циркулирующий объем жидкости, который циркулирует между стенками. Ну, это очень долго и тяжело, и пациента с черепно-мозговой травмой, понятно, что в камеру посадить достаточно тяжело, вот, тем более на сутки. Поэтому придумали вот достаточно эффективный и очень высоко коррелирующий с этим процесс. И вот такой вот нам выдает аппарат заключения. Посмотрите, пациент 22 года, мужчина, ростом 180 сантиметров, весом 185 килограмм, и по расчетным параметрам Харриса Бенедикта ему необходимо что-то там около 1980 калорий, килокалорий в сутки. Посмотрите, мы меряем пациента, который спокойно лежит, седатирован, обезболен. Посмотрите, 3052 килокалории ему надо. 150% от расчетного. Респираторный коэффициент, который показывает соотношение окисления всех субстратов, говорит нам о том, что все субстраты задействованы. Посмотрите, белок, жир, глюкоза, все задействовано. Посмотрите, потери, 24 грамма азота потери. У них достаточно большие потери, конкретно у этого пациента были, плюс катаболизм. То есть у этого пациента на глазах, на лицо совершенно гиперметаболизм, гиперкатаболизм, и мы, применяя непрямую калорийметрию, даем четко потребности пациента, не перекармливая его и не недокармливая его. Это действительно по нашему, вообще, конечно, и безусловно, это наиболее эффективный метод оценки потребностей. И наши рекомендации, безусловно, стремятся к тому, что у каждого должен быть такой приборчик. Но стоит приборчик достаточно дорого, и поэтому я понимаю, что, в принципе, это достаточно тяжело. Но если у вас есть возможность померить за сутки мочевину в суточной моче и креатинин, в принципе, вы будете знать потери белка, и вы будете знать, какое количество энергии дать пациенту. Проведение нитритивной поддержки. Прежде чем начинать проводить нитритивную поддержку, надо вообще понять, можно ли кормить пациента. Вот противопоказания для проведения искусственного питания. Естественно, первая стадия в шоке, мы говорили о том, что, в принципе, усвоение падает и метаболизм снижается. Любой рефракторный сок в шоке, если у пациента давление 50 на 0, в первую очередь мы думаем о том, как поднять давление, а не как его накормить. Уровень сыроточного лактата больше 3-4 ммл, гипоксия, ацидоз и этические соображения, это у нас с вами в стране не работает. Это работает в Штатах и работает в Европе. Там пациент, который, к сожалению, погибает от терминального состояния неизлечимого заболевания, его даже не кормят, ему подкожно вводят до 2 литров жидкости. Ну что говорят Европа и Америка, и мы с ними согласны, безусловно, что энтеральный путь введения питания на сегодняшний день является приоритетным путем введения. Достаточно дискутабельный вопрос, но некоторые авторы пишут, что введение, возмещение энергетических потребностей через точную кишку или парантеральным путем обеспечивает лучшее удержание азота, чем питание через желудок. Безусловно, конечно, я не могу не согласиться где-то с этим, но потому что при черепно-мозговой травме воздействие вторичное на стволовые структуры нарушает эвакуацию из желудка, плюс применение специальных препаратов, все это может влиять на моторно-эвакуаторную функцию желудка, но, безусловно, начинать и торопиться с парантеральным питанием не стоит, это первое. А второе, если мы даже не можем кормить пациентов в желудок, не можем кормить пациентов в кишку по каким-то причинам, ну нет у нас эндоскописта, мы не можем, мы завести зонт и так далее, то хотя бы в желудок минимальное количество энтеральной смеси должно быть дано. Сейчас объясню почему. Какие противопоказания для проведения энтерального питания? Ну, очень просто. Механическая острокишечная непроходимость, то есть понятно, что мы пациента не кормим, если у него кишки не проходит, ищение кишечника, непереносимость компонентов энтеральной смеси, и смотрите, сброс застойного содержимого по желудочному зонту более 2200 мл в сутки. Это означает, что у нас с вами идет нарушение моторно-эвакуаторной функции желудка и кормить пациентов в желудок бессмысленно. Парантеральное питание должно быть применено в случаях, когда желудочно-кишечный тракт не работает, или пищевые потребности пациента настолько велики, что предоставить их ему только через желудочно-кишечный тракт мы не можем. Лежит пациент, у которого по потерью белка он должен получать почти 4000 ккал. И мы вынуждены подключить в этой ситуации, даже при адекватно усваивающемся кишечнике, вынуждены подключить парантеральное питание, потому что формально 5 литров смеси в желудок дать практически невозможно. Какие же противопоказания для парантерального питания? Адекватно функционирующий кишечник, возможность 100% восполнения белково-энергетических потребностей при энтеральном питании и риск осложнений превышает пользу проведения парантерального питания. В сущности, если у нас кишки работают и 100% мы можем восполнять, ни о каком парантеральном питании речи быть не должно. Когда мы начинаем? Энтеральное питание. Ну, вот это рекомендация гайдлайнса раздела по питанию в черепно-мозговой травме, что для того, чтобы достичь полного размещения калорий к седьмому дню, надо начинать не позже, чем через 72 часа после травмирования. В противовес этому говорили, что раннее начало энтерального питания показало улучшение исходов у тяжело травмированных больных. Это уже гайдлайнс по питанию европейский. Но там, конечно, безусловно, не учитывается черепно-мозговая травма. Энтеральное питание должно быть дано всем пациентам, кто не сможет получать перорально. И более того, оно должно дать по рекомендации европейцев в течение первых 24 часов. И в подтверждение этому говорит исследование второго класса, что значительно меньше инфекционных общих осложнений случалось у пациента, если начинали энтеральное питание с первых 24 часов согласно потребностям и ориентировочной переносимости пациента. У нас, к сожалению, мы сами тоже видим, что полностью и адекватно быстро запустить кишку у пациентов черепно-мозговой травмы, учитывая, что они получают седатацию, учитывая, что они получают обезболивание, то есть практически проходят вегетативная блокада и полноценный наркоз, достаточно тяжело. И мы тоже, в принципе, начинаем запускать кишку при помощи применения сначала кишечного лаважа, а потом потихоньку-потихоньку разгоняемся по энтеральному питанию. Но энтеральное питание присутствует у нас всегда, а основные энергетические потребности, если невозможно быстро пустить кишку, начинают замещаться уже пара энтерального питания. Ну вот смотрите, к чему приводит задержка нутритивной поддержки. К тому, что дефицит пациента, который сложился энергетически, не может быть даже скомпенсирован в течение нахождения пациента, в отделении реанимации. Посмотрите, в четвертой неделе энергетический баланс все еще отрицательный. Каким образом, прежде чем начинать питание энтеральное пациента, каким образом проверить, а работает ли у него моторный желудок, не нарушена ли у него моторно-эвакуаторная функция желудка? Луфт, Валерий Матвеевич, он предлагает такую схему, проведение болюсной тест-пробы для оценки моторно-эвакуаторной функции желудка. Болюсная тест-проба состоит в том, что 100 мл глюкозоэлектролитного раствора, физиологического раствора, все что угодно, электролитного раствора, мы вводим в желудок пациента при помощи назогастрального зонда. 100 мл. Через полчаса мы открываем зонт на сброс и смотрим, сколько отделяется по зонду, либо при пассивном, либо при активном. Если при пассивном ничего не выделяется, пробуем активно. Если выделилось больше 50% данного объема, болюсная тест-проба считается отрицательной. Если выделилось меньше 50% за данного объема, проба считается положительной. И если проба положительная, то все хорошо. Проведение инфузии в желудок, все замечательно. А если проба отрицательная, что делать? Нам же надо кормить пациента, безусловно. Повторное введение болюсов с глюкозоэлектролитным раствором каждые 2-3 часа, в день добавляем к этим болюсам по 300 мг эритромицина. Проба отрицательная на протяжении 48 часов, назогастроинтестинальный зонт и проведение инфузии в тонкой кишку и активной стимуляции моторики желудка. Матилиуму, эритромицидам, всем чем угодно, до тех пор, пока проба не станет положительной. Как только проба станет положительной, опять возвращаемся к инфузии в желудок. К чему приводит отсутствие пищевого комка в желудке, в кишечнике? Почему я так долго и упорно говорю, что кормить пациента в кишку все равно надо, несмотря на то, как он усваивает и сколько он усваивает, хотя бы минимальное количество он должен получить. Потому что развивается синдром кишечной недостаточности. Это остро возникающие вследствие различных причин сочетания нарушений двигательной, секреторной, пищеварительной, всасывательной и барьерной функции кишечника, что приводит к огромному количеству нежелательных моментов, в том числе к неконтролируемой транслокации микробов и их токсинов в кровь. Отчего у нас возникают первичные инфекционные проблемы? Да, это простейшая, простецкая схема, которую указали, каким образом формируется синдром кишечной недостаточности. Да, травма, опять же, медиаторы воспаления и воздействие на слизистую кишечника. И если в кишке в этот момент не будет энтерального питания, а лучше специализированного, безусловно, энтерального питания, которое обогащено глютамином, кишка начинает постепенно-постепенно погибать, постепенно развивается синдром кишечной недостаточности, транслокация бактерий, плюс, естественно, кишка выключается из межуточного обмена как основной орган, которым мы с вами едим. Каким образом необходим, какой доступ необходимо проводить энтеральное питание? Большинство авторов предлагает вводить смеси для энтерального питания именно в кишечник, о чем я вам, собственно, и говорил. В тонкую или в точную кишку. Но, безусловно, не всегда мы можем этим воспользоваться, не всегда и по дежурству, и как-то еще бывает возможность завести зонт за связку трейца. Поэтому наиболее доступным и популярным вариантом доставки энтеральных смесей, безусловно, остается назогастральный зонт. Но необходимо знать по рекомендации всего того же луфта, что если 6-8 недель пациенту необходимо питаться через зонт, то необходимо накладывать стом. Именно гастростомы, да? Для того, чтобы превратить все нежелательные последствия назогастральных зондов. Но у нас, по нашему опыту, можем сказать, что, в принципе, у нас назогастральные зонты сейчас из специального материала, который позволяет стоять достаточно долго, не вынимать этот зонд и не травмировать слизистую пациента, плюс он хорошо переносится и плюс он практически не вызывает тех самых ужасных последствий, которые обычно вызывает жесткий зонд. Как можно вводить смесь? Смесь, естественно, можно вводить двумя способами. Смесь можно вводить болюсно, то есть взяли болюс 100-300 мл и ввели однократно. И можно вводить капельно, непрерывно при помощи гравитационной системы или при помощи системы, которая контролирует скорость введения. Есть такие интероматы, так называемые. И вот что говорят по этому поводу и американцы, и мы, что говорим, что при применении непрерывного питания 75% целей достигается гораздо более быстрее. И поэтому болезненное питание на сегодняшний день должно уходить постепенно на второй план и необходимо стремиться к непрерывному питанию, то есть капельному. Что мы, собственно, и рекомендуем, и что мы проводим у нас в отделении реанимации. Но несмотря на все наши изыскания, дать питание раньше, дать питание в течение 72 часов, начинать энтеральную поддержку, пытаться возмещать с первых дней энтеральную белковую энергетическую потребность пациента, мы видим что? Мы видим, что все равно мы только примерно к седьмым суткам выходим на относительно заданный объем калорий, несмотря на все наши изыскания. И отсюда формируется рекомендация, которая второго класса гайдлайнса по лечению черепно-мозговой травмы, раздела питания, что питание пациента должно быть таким, чтобы к седьмому дню после травмирования достичь полного возмещения калорий. Каким образом мы осуществляем мониторинг проведения инкративной поддержки? Но у нас, поскольку мы с вами все граждане Российской Федерации, над нами давлеет закон, и Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило приказ номер 330 о мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации. И вот они предлагают вот такой набор контроля за нутритивной поддержкой. Температура пульса D, частота дыхания, метеоризм, стул, потери воды. Ну, метеоризм, понятно, и стул – это работа кишки, показывает нам. Не в том плане, что мы стоим и ждем пациента, сколько он раз спустит газ, а все-таки это чистая оценка, собственно, моторной функции кишки. Масса тела, заметьте, индекс массы тела, окружность плеча, толщина кожной складки над трицепсом и окружность мышц плеча. Это расчетный параметр, который рассчитывается за окружность плеча и толщины кожной складки над трицепсом. Ну, соответственно, лабораторные показатели, они здесь представлены. Вот что предлагают американские стандарты, которым мы тоже, в принципе, стремимся к их выполнению, американские стандарты мониторинга. Они говорят, что частота измерения зависит от тяжести заболевания и степени недостаточности питания в уровне метаболического стресса. Да, если это необходимо, два раза в сутки. Если необходимо, раз в сутки. Но, как правило, и мы тоже говорим, и смотрим, и видим, что один раз в сутки меряется. Вот с утра, перед тем, как больного начали кормить, мы оцениваем нутритивный статус, оцениваем потребности пациента в питании и начинаем кормить. То есть два раза в сутки, редко в сутки или три. У стабильных пациентов вообще могут повторяться раз в неделю, что мы, собственно, и делаем. Если это стабильный пациент, мы проводим один раз в неделю замер при помощи непрямого калориметра, при помощи исследования потери азота с мочой. Да, и дальше только ежедневно отслеживаем и смотрим, как усваивает, сколько усваивает и как это происходит. Ну, или при клинической необходимости. То есть если пациент экстренно заболел на этой неделе сепсисом, это не означает, что мы ждем до следующей недели, и тогда перемиряемся. Понятно, состояние его изменилось, синдром системной воспалительной реакции возник, и нам надо корректировать питание. Ежедневно или более измерение проводится у пациентов, находящихся в критическом состоянии, и при депетировании, то, что я сказал, инфекционного процесса, при риске переклармливания или при переходе с парантеральной диеты на энтеральную диету. Какой мониторинг предлагают американцы? Осмотр, включая клинические признаки водного и нутритивного превышения или недостатка, жизненные показатели, как в настоящий момент принимает пациент пищу, вес, лабораторные данные. У них, смотрите, какие, достаточно небольшое количество общий анализ крови. Это абсолютное число лимфоцитов и показатели белкового обмена, в том числе глюкоза, азот мочевины, крови, креатинин, электролиты, кальций, магний, фосфор, печеночные пробы, триглицериды, сыворочные белки. Ну, сыворочные белки, понятно, для чего? Для того, чтобы отконтролировать, как у нас идет потеря белка, и идут ли они вообще. Как изменилась функция ЖКТ, и после этого пересмотр назначения. Ну, и теперь я вам, уважаемые коллеги, в заключение предоставлю основные протоколы и рекомендации, которые приняты различными учреждениями. И чтобы вы тоже имели какое-то представление, Северо-Западная ассоциация энтерального и парантерального питания предлагает вот такой протокол кормления пациентов. Он практически похож на раздел питания в гайдлайнсе по лечению поведения пациентов с черепно-мозговой травмой. Первые трое суток наращивание смеси, да, первые сутки, как и у нас, в принципе, глюкозоэлектролитный раствор, да, болезненные тесты, пробы, и дальнейший выход на седьмые сутки к необходимым потребностям пациента в калориях. Это протокол выбора тактики кормления, и через что мы кормим американских стандартов. Тоже достаточно красивая и удобная вещь, да, посмотрели оценки питания, работоспособность для ЖКТ, нет, почему нет и так далее. Да, то есть достаточно удобно и, в принципе, все достаточно понятно. Это университет Кентукки, они предлагают такой механизм протокола развития, проведение нутрительной поддержки, причем там поступление, и ВИСИ, да, дальше уже, значит, радиографические все исследования, все, что нужно, да, и дальше уже они предлагают таким образом кормить, энтерально, перорально, ну и, соответственно, все это будет на нашем сайте, вы сможете посмотреть, разобраться и ознакомиться. И вот какие же рекомендации? Это рекомендации тоже университета Кентукки, в принципе, мы, как правило, почти, не почти, а со всеми с ними согласны, и, в принципе, тоже как бы присоединяемся к ним. Обеспечивать ранний постпилорический доступ, желательно в течение 24 часов. Начинать раннее энтеральное питание, желательно в течение хотя бы 48 часов. Увеличивать скорость энтерального питания до необходимых значений так быстро, насколько позволяет переносимость пациента. То есть, если мы дали сразу 3 литра нутризонной энергии какой-нибудь, да, гиперкалорической, энергетической смеси, а он у нас обратно эти 3 литра сбросил, сказал, ну, вообще, так не пойдет. Да, то есть, обязательно смотрим, как переносит пациент то, что происходит. Использовать последовательный, систематический метод потребности энергии белки, то есть, не бросать. Назначили определенное количество пациенту питания и забыли об этом до тех пор, пока он не стабилизировался. О, надо же посмотреть, как кормить пациента более правильно. Нет. Использование прокинетиков и кормления в кишку для лучшей переносимости усвоения, если это необходимо, ну, то, что мы с вами говорили. Если невозможно в желудок, надо в кишку, да, и, соответственно, использовать прокинетики. Считать дополнительно вводимые ресурсы энергии, такие, как эмульсия пропофола. Большинство пациентов, которые находятся в отделении реанимации, во всяком случае у нас, получают седатацию именно эмульсии пропофола, а она жировая, а у нее в миллилитре 1,022 тысячных килокалории, то есть, при скорости 20 миллилитров в час, 200 миллиграмм всего в час, пациент получает в сутки 490 килокалорий. Об этом тоже необходимо не забывать. Избегать осложнений из-за диареи, запоров и гипергликемии. Соответственно, диарея возникает при увеличении скорости необоснованной. Если у нас медицинская сестра открыла побыстрее капельницу, да, с питанием гравитационным, она струйно прошла, и она, питание, поскольку оно гиперосмолярное, оно, естественно, приключилось как солевое слабительное, хорошее. Да? Ну, соответственно, запоров давать достаточно жидкости, ну, как правило, все сбалансированные питания, они запорами, пациенты при них запорами не страдают, и гипергликемия, контроль гликемии достаточно жесткий должен быть. Оценивать степень дисфагии для пациентов, находящихся на пероральной диете, для того, чтобы избежать аспирации. Пациент экстубирован, но у пациента были проблемы, развелись бульбарные или псевдобульбарные нарушения, и пациенты перевели на пероральную диету, а он попернулся, покушал в легкие, и мы получили инфекционное осложнение, которое мы могли не получить, если бы мы оценили адекватно, какая степень дисфагии. Оценивать калорийность пероральной диеты для обеспечения адекватной поддержки, то есть если у нас пациент кушает обычный стол, уже перешел на общий стол в отделении травматологическом, нам необходимо обязательно оценить, сколько он кушает, сколько ему нужно, и при необходимости есть огромное количество вещей, которые позволяют дополнить нутритивную поддержку адекватно. Ну и, соответственно, корректировать количество потребляемой энергии белка в зависимости от стадии заболевания. То, что мы говорили в начале, да, ЕББ-фейс, флоу-фейс катаболической фазы и в стадии реконвалесценции мы, естественно, увеличиваем для того, чтобы можно было набрать человеку необходимые калории. Ну, уважаемые коллеги, спасибо за внимание.